Здравствуйте! В прямом эфире программа Телемикс Новости в студии Екатерина Рехтина. Сегодня мы расскажем о самых интересных событиях дня. Смотрите в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В пожаре минувшей ночью погибли три человека без определенного места жительства. Возгорание произошло на улице Полушкина в районе девятиэтажного дома номер 118. Огонь окутал теплотрассу. На место выехали две машины спецтехники и шесть человек личного состава. Как выяснилось, здесь обитали уличные бродяги. Из-за пожара трое бомжи погибли. Обстоятельства выясняются. Идет проверка. Причиной возгорания и смерти людей сейчас занимается Следственный комитет. Вода и лед вместо дороги. Участок пути в поселок Партизан превратился в опасное место. Машины проезжают, но с трудом. В нашу редакцию обратилась староста населенного пункта. Вместе мы разбирались, когда сделают отвод воды и лед с дороги исчезнет, а также в чем заключалась загвоздка с ремонтом. Ледяные кочки и ручей на месте дороги в поселок Партизан. Еще недавно участок отсыпали. Теперь же гравийку практически не видно. Александра Хромых рассказывает, после августовского тайфуна Нору проезда не было вообще. Мостик смыло, образовались ямы. Мы старались решить эту проблему сразу. То есть подрядчик собрался вроде как делать это все сразу, но какие-то проблемы образовались, может быть бумажные какие-то вопросы или финансовые, не знаю. А проблема в том, что железнодорожному мосту этому уже больше ста лет принадлежит участок РЖД. И чтобы провести здесь работу администрации округа, нужно согласовать все действия с железной дорогой. И это долго не удавалось, но компромисс найден. Работы по водоотведению обещали начать на текущей неделе. Партизаны в школу ездят в восьмую на своих поселке. То есть у нас предоставляется автобус. А автобус как-то нормально проходит? Здесь он вообще не проходит. То есть дети все переходят на ту сторону, на дорогу, и туда идут. Неважно, зима, темно, холодно, жарко. В поселке Партизан проживает около 500 человек. Из них примерно 15 школьников. На учебу детям нужно добираться в город. Преодолевать приходится эту дорогу самостоятельно. Однако надежда на безопасный путь у селян появилась. Екатерина Рехтина, Сергей Флоренцев, Телемикс. Больше месяца без воды, но с горами мусора у подъезда. Жители малосемейки в Воздвиженке не могут заставить свою управляющую компанию работать. Селяне позвонили в редакцию Телемикса. О ежедневных попытках добиться правды в нашем сюжете. Струйку воды из крана едва видно. С таким напором постояльцы общежития в селе Воздвиженке живут уже больше месяца. Проблемы начались после запуска отопления. В подвале обнаружили утечку. Управляющая компания «Гарант» ситуацию решила. И вместе с аварией исчезла и вода в квартирах собственников. Не постираться, не посуду помыть, не помыться. Ну вот. Привозим воду, канистры. С колодца от родителей. Вот так и живем. Уже весь месяц, что смеяться. На улице зима. Как бы надо это все устранять. Жильцы пытались решить проблему, но все тщетно. Клиенты звонили, писали, приезжали в управляющую компанию. Но так и не выпросили мастера на дом. Сплошные отговорки. В конторе заверили. Проблема у вас. Меняйте трубы. Мы поменяли трубы в подвале. Отдали 6,5 тысяч. И результата никакого. Как не было воды, так и нет. Зато мусор в избытке. Прямо напротив подъезда свалка бытовых отходов, которую не вывозили больше двух месяцев. Жители пытаются своими силами избавиться от пахучей проблемы, но пакеты копятся вновь. Как показала практика, компания «Гарант» не гарантирует чистоту. Каждое утро я собираюсь на работу, тут и коровы у нас питаются, и собаки таскают мусор туда кидают, а дети ходят и распинывают дальше. Вот она у нас какая-то местная помойка. Заявления от жителей и распоряжения администрации округа не привели к результату. Собственники пошли дальше, обратились в краевую жилищную инспекцию. С надеждой, что управляющая компания все-таки повернется к ним лицом. Анна Клыга, Антон Войцеховский, Телемикс. Итоговая устная аттестация по русскому языку прошла по всей стране. На этот раз девятиклассники сдавали пробный экзамен. Но уже в 2019 году он станет допуском к государственным итоговым испытаниям. Экспериментальными площадками в Уссурийске были определены две школы. 32-я и 25-я. С подробностями Ольга Муравьева. Считанные минуты на начало испытания. Девятиклассникам 25-й школы предстоит итоговое устное собеседование по русскому языку. Такой же экзамен назначен и в 32-й школе Уссурийска. Эти учебные заведения определены как две экспериментальные площадки. В целом таких по краю 20. Не в секрет, что наши дети сейчас мало читают. Общение в соцсетях подразумевает то, что они сокращают слова. Не умеют правильно построить предложение. Вот чтобы этому сейчас детей опять учить, возвращаемся к построению красивой монологической речи. И вот такой экзамен ввели. Каждому девятикласснику предстоит выполнить четыре задания. Причем каждая предполагает развернутый ответ. Здесь не проверяют орфографию и пунктуацию. Необходимо с интонационной окраской прочитать текст, суметь его пересказать. Также побеседовать с учителем на одну из заданных тем. Например, о школьных переменах. Перемены в школах нужны, чтобы ученик успел отдохнуть после предыдущего урока, успел подготовить учебники и все принадлежности для следующего урока. На все отведено 15 минут. Регламент работы предполагает четкое время на каждое из четырех заданий. Песочные часы – своего рода напоминание школьникам. Ориентироваться в скорости помогают и преподаватели. На испытании их два. Один – учитель-предметник, беседует с выпускником. Другой – преподаватель русского языка, оценивает ответы. Я думаю, что я исправился с заданием. Конечно, были какие-то, можно сказать, погрешности, но я с ними справился. Когда мне задавал учитель вопрос, мне показались все вопросы нормальными, достойными, я на них ответил. Здесь не выставляют оценок, но по итогам этого экзамена эксперты оценят все плюсы и минусы новой формы работы, чтобы недочеты устранить в феврале, когда все девятиклассники страны будут проходить пробное испытание. Уже с 2019 года итоговое устное собеседование по русскому языку станет обязательной ступенью перед экзаменами. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. Специальные уроки провели работники городской прокуратуры и инспекторы ПДН. Сегодня в школах Уссурийска. Ученики из старших классов ознакомились со своими правами и обязанностями, а также поняли разницу между административной и уголовной ответственностью. Акция была приурочена ко Всемирному дню ребенка. Из 130-й школы наш сюжет. Административная ответственность для всех полностью наступает только с 16 лет. Уголовная ответственность у нас в зависимости от тяжести преступления варьируется с 14, 16 и 18 лет. Инспектор по делам несовершеннолетних и помощник городского прокурора выступили в качестве учителей. Старшеклассникам 130-й школы рассказали об их правах и обязанностях. А также посоветовали, куда можно обратиться с любым вопросом. Что делать, например, если обижают в школе или не понимают родители. Постараемся их проинформировать, каким образом, через какие средства они могут защитить свои права, куда они могут обратиться за их защитой. Телефон доверия всегда придет ребенку на выручку. Номер простой. 8 800 200 01 22. Не стесняясь инкогнито, школьник может позвонить и рассказать о проблеме. Специалисты помогут морально, дадут дельный совет. В 130-й школе отмечают, подобные акции с представителями ПДН и прокуратурой нужны детям. Это проводится ежегодно. Они взрослеют, им это необходимо. Знание закона, владение законом. В школе у нас создана служба детской помощи детям. И непосредственно они обращаются. Не просто рассказать, смоделировать жизненную ситуацию и увидеть реакцию ребенка. Вот как построили специалисты ход этого правового урока. Школьники принимали активное участие, спорили, высказывали мнение. В завершении тест, где каждый вариант ответа также сопровождался бурным обсуждением. Я узнал, что административная ответственность наступает именно в 16 лет. Ранее думал, что с 14, но теперь я понимаю, что только тяжкие преступления с 14. Я узнал о своих обязанностях, что я обязан выполнять. И о правах нам не надо забывать. Такие правовые уроки прошли в этот день в нескольких школах Уссуриска. Совместно с прокуратурой в акции участвовали общественные организации города и представители ЗАГС Собрания Края. Екатерина Регтина, Илья Аманатов, Антон Войцеховский, Телемикс. Скидка на покупку угля. Законодательством нашей страны определен список льготников, которые могут рассчитывать на социальную поддержку. Имеет ли права инвалид второй группы на бесплатное топливо? Ответ смотрите в рубрике «Телеконсультант». Моя мама живет в доме с печным отоплением. Недавно ей дали инвалидность второй группы. Подскажите, положены ли ей какие-либо льготы на оплату топлива или не положены? В связи с вступлением в силу федерального закона от 9 июня 2015 года номер 176 ФСЗ о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ льготным категориям граждан инвалидов. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются в форме компенсации данных расходов. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые заявитель должен предоставлять самостоятельно, это справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая медико-социальной экспертизой, согласие на обработку персональных данных лиц, совместно проживающих с заявителем граждан. Для предоставления компенсации стоимости угля необходима счет фактура на уголь. Также инвалиды имеют право на компенсационную выплату стоимости проезда на автомобильном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении Приморского края. Для этого необходимо предоставлять билеты за проезд с отметкой об инвалидности. Заявление может быть подано как представителям, так и заявителям в территориальный отдел приема граждан в электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг, включая сеть интернет, а также через МБУ МФЦ. Прием граждан осуществляется с понедельника по четверг с 9 до 13 и с 14 до 17 часов. Социальный телефон 325780. Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости. Продолжаем. От минус 30 до плюс 6. Такой температурный диапазон ожидает нас на этой неделе. Сегодня без осадков и с умеренным ветром. Ночью на вторник у Суриск нагрянут морозы до минус 20. В крае местами столбик термометра опустится до отметки 30. Днем погода начнет меняться. К региону подойдут теплые фронтальные разделы циклона. Возможен легкий снежок. Воздух прогреется до температуры от минус 4 до плюс 1 градуса. В середине недели ожидаются небольшие осадки. Мокрый снег или даже дождь. Днем в Уссурийске прогнозируют плюсовую температуру до 6 градусов. Ночью около нуля. Но уже в четверг термометр снова покажет минус. Осадков не ожидается. После перепада температур возможно гололедится на дорогах. Так что будьте осторожны. По предварительным прогнозам в конце недели возможен снегопад. Синоптики следят за ситуацией. Театральная студия «Пегас» отпраздновала первый круглый юбилей. На творческом вечере воспитанники коллектива рассказали о своих успехах за 10 лет. В программу вошли музыкальные композиции, чтение наизусть стихотворений, монологов и целый спектакль. Первый юбилей решили отметить широко, на большой сцене. 10 лет исполнилось театральной студии «Пегас», которую в Уссурийске и за его пределами знают как народную, любительскую, инклюзивную. Сразу после образования коллектив стал частым гостем в реабилитационных центрах, детских домах, на благотворительных акциях. Кроме того, в рядах «Пегаса» занимаются особенные дети с ограниченными возможностями здоровья. С младшими детьми, с особенными приходится импровизировать и искать, потому что как таковых программ нету, и дети все разные, в игровой форме. То есть все те же тренинги, но еще более игровые, чтобы доступно было усвоить детям. У воспитанников студии все получается. Мальчишки и девчонки примеряют образы героев разного возраста и социального положения, уверенно декламируют стихи перед большим залом. Мария Марковна сказала, когда шла вчера из зала, драм кружок, кружок по фото, это много что-то. Выбирай себе дружок, один какой-нибудь кружок. Но я и выбрала по фото, мне еще и петь охота. Все без исключения номера заставляют публику задуматься о чем-то важном. Например, композиция о семье раскрыла сразу несколько вариаций проблемы отцов и детей. Роль суровой, но в то же время ранимой мамы сыграла Валерия Давыдова. Девушка примкнула к «Пегасу» год назад и уже блистает на сцене. Я боялась сюда прийти, потому что думаю, новые люди, это что-то незнакомое и так далее. Но когда я стала заниматься в театральной студии «Пегас», поняла, что это как вторая семья. Там очень интересно, очень хорошие, добрые ребята и, конечно, руководители. Поздравить театральную студию «Пегас» с юбилеем пришли друзья и коллеги с теплыми пожеланиями и подарками. А воспитанники других творческих коллективов города дополнили концерт своими выступлениями. Анна Клыга, Алексей Шаповалов, Телемикс. Кикбоксеры «Уссурийска» прошли отбор на краевые соревнования. Команду формировали среди воспитанников федерации и ЦРТДЮ. 70 мальчишек и девчонок претендовали на право поехать на чемпионаты первенства Приморского края. Федерация кикбоксинга провела отбор среди уссурийских спортсменов на краевые соревнования. Но начали состязания с приятных вестей. Глава округа поздравил двукратного чемпиона мира по кикбоксингу Александра Захарова и его тренера Андрея Подавлелова. Александр Захарова стал важным чемпионом мира по кикбоксингу. Это большой успех не только нашего города, но и России в целом. 70 уссурийских бойцов из федерации города и секции ЦРТДЮ стали участниками соревнований. Состязания проходили в разделе «Фулл контакт» и «Фулл контакт с лоу-киком». В схватках сошлись дети от 13 лет и старше. В ринг вышли девушки и парни, чтобы завоевать путевки на первенство и чемпионат Приморского края. Победители и серебряные призеры представят уссурийск на краевых соревнованиях в феврале следующего года. А в декабре спортсмены Приморья встретятся в рамках чемпионата и первенства края по кикбоксингу в разделе К1. Ученица колледжа культуры стала студентом года 2017. Юлия Ахахлина опередила участников конкурса со всей России и вошла в тройку лучших по итогам испытаний. Национальная премия «Студент года» присуждается в четвертый раз. В этом году заявки на участие подали 5000 молодых людей. В борьбу за почетное звание вступили 200 самых достойных, в их числе и Юлия Ахахлина. Девушка вошла в тройку призеров и теперь носит звание лучшая студентка России 2017. Восьмой зенит на ракетной бригаде. 75 лет. Расположена она на территории нашего округа и уже который год подряд показывает самые лучшие результаты в работе. Например, по итогам 2016-го уссурийские зенитчики стали лучшими среди соединений военно-восточного округа. С юбилеем именинников поздравила и наша съемочная группа. Служащие восьмой зенитно-ракетной бригады отмечают юбилей. 75 лет они стоят на страже воздушных границ нашей Родины. Успешно защищают верхние рубежи Отечества. Бригаду создавали в годы Великой Отечественной войны. Далекие сороковые удалось выстоять и дойти до победы. Большие надежды на воинов-зенитчиков возлагают и сейчас. Уссурийцы уверены, что восьмая зенитно-ракетная бригада с новейшим вооружением надежно защищает воздушные рубежи Приморского края. Вносит свой весомый вклад в обороноспособность нашего государства. Развитие противовоздушной обороны страны. Молва об уссурийских воинах-зенитчиках гремит на всю округу. По итогам нескольких лет они становятся лучшими среди соединений военно-восточного и дальневосточного военного округа. А в 2016-м первыми в стране сбили на учениях высокоскоростную ракету «Мишень Пенсне». Это достижение вошло в летопись славной истории зенитчиков восьмой бригады. Сложность заключалась в том, чтобы применительно к этой цели расчеты могли отработать так, как это должно быть. То есть определить тип цели, уточнить ее координаты, вектора, скоростя. И, соответственно, отработать по ней, выполнить задачу, произвести пуск. В честь юбилея военнослужащие получили грамоты и благодарственные письма от администрации Уссурийского округа. Лучших военных наградили и от командования армии. Кроме этого, зенитчикам вручали и воинские звания. Ольга Муравьева, Алексей Шаповалов, Телемикс. Ирочка очень ласковая, добрая и вежливая девочка. Настоящая красавица и умница. Она тихая, любит проводить время за книжкой, бегло читает и с удовольствием пересказывает прочитанное. Хорошо учится, трудолюбивая. Всегда выполняет домашние задания. Ирочка умная, добрая девочка, добрейшей души человек. Она любит не только взрослых, и малышей любит ухаживать, внимания уделять. Очень культурно и вежливо относится к воспитателям и ко всем взрослым в доме, в семье, в школе. Ира всегда готова поддержать и понять других, прийти на помощь. У девочки со всеми хорошие отношения. Она любит общаться с подружками, смотреть популярные телепередачи. У Ирины очень развито чувство прекрасного. Она творчески подходит к любому делу. Поделки ее руками – это настоящее произведение искусства. К школе Ирочка относится ответственно и серьезно. Учится хорошо. Меня зовут Ира, мне 14 лет. Я учусь в 7 классе, люблю слушать музыку и читать. Есть какие-нибудь мечты у тебя? Да. Ну, расскажи. Это мечта увидеть свою сестру, которая удочерили, она живет за границей. По вопросам семейного устройства обращаться в отдел опеки и попечительства нашего города, который находится по адресу. Улица Некрасова, 66, кабинет 301. Телефон 323536. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке разреза управления Новошахтинская. Компании «Суэк». Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке строительной компании «Усури». Новое жилье, новая жизнь. «Уссурийская 52А», телефон 306-906. У меня на этом все. Все сюжеты сможете увидеть также на нашем сайте телемикс.тв. В студии работала Екатерина Рехтина. До встречи.